Добрый день, дорогие любители MySummerCard! В общем, помните ролик про фитан нашего кузена? Зелёный такой, да? А я вспомнил ролик про то, как сравнивал Сатсуму с бусиком на грунтовом треке. Ход мысли, вспоминаете? В общем, собрал я всех униженных и оскорблённых в одном месте. Некоторые чуть более унижены, чем оскорблены. Некоторые, наоборот, скорее оскорблены. Некоторые вообще еле доехали до места событий. Я напомню, Сатсума тогда проехала лучший свой круг за 50 секунд. Понятно, эта машина проектировалась быть спортивной, да? А вот толстяк-бусик проехал свой лучший круг за 60 секунд. А машина-то боевая, согласитесь? Прямо сейчас поставьте видео на паузу и пишите свои догадки. Кто будет лучше? Попьёт ли время бусика хоть одна из машин? Маслкар, универсал или зелёная табуретка? Заезды проходили по старой схеме. Пару кругов я намотал, чтобы вспомнить повороты. А затем каждая машина должна проехать три полных круга. Ну или как сможет. Лучшее время круга. Идёт зачёт. Погнали. Старикам у нас подсчёт, так что русская первый. Ээээ, машина перенапряглась, приехав сюда. Теперь понятно, почему спортивные машины обычно привозят на трек на эвакуаторе. Пусть пока постоит, остынет. Следующий. Маслкар. Погодите, на треке появилась ещё одна машина. Это доставщик пиццы? Мы ещё не успели начать, а доставка Доминос пиццы уже приехала. Мы здесь всего 30 минут. Такой быстрой доставки я ещё не видел. Но кто из гонщиков заказал её? А что сразу все? Такое бывает, когда собирается целая компания. Потому что пиццу со свежими овощами, вкусным мясом и таким особенным горячим тестом хочет каждый. И вы тоже, я знаю. Закажите пиццу на сайте Доминос и используйте мой промокод, чтобы получить скидку от 35% и выше. Потому что пицца с такой скидкой кажется ещё вкуснее. Я даже сам захотел. Переходите по ссылке в описании, используйте промокод и порадуйте себя. Доминос я реально одобряю. Первый тестовый и три круга. На второй. Додж Каранет 73-го года выпуска в вариации игрового мира My Summer Car. Владелец, который, кстати, не в курсе, где его машина, готовил её к совершенно другим гонкам. Болинский! Но Масселкар немного не доехал до дракрейсинга. И это его фатальная ошибка. Это надо, господи, это ужас. Это тихий ужас, я серьёзно говорю. На лысых сликах по коленам в грязи машина никак не разгонится до своей максималки в 207 км в час. Я думаю, здесь надо тормозить, вот. Тормозить хоть как-нибудь! Куда-нибудь тормозить! Хача! Сократил дорогу, сократил, сократил, сократил дорогу. Дорогу-то сократил. Но хмать от тебя! Что ж ты постоянно? Кобыла на корове просто. А! Если в моей ветеркаре такая же заднеприводная машина будет, мы все умрём. Ай-яй-яй-яй-яй! Ладно, ещё одна попытка. Три, два, один, поехали! Поехали! Золотая чаша, золотая! До холма держаться правее и уже здесь начать оттормаживаться, оттормаживаться. И мне это ни хрена не помогло! У нас ещё одна попытка. Три, два, один. Здесь машина ведёт себя, как круизный лайнер в доках для рыбацких лодочек. Машине не нужен руль. Зацепа на передних колёсах всё равно нет. А зад такой резвый, что если бы мог оторваться от машины, давно бы уехал в гей-клуб. Поняли? Зад! Так, вот тут вот правильно. Это я правильно здесь скорость не стал набирать. И здесь сразу выходишь уже практически ровненько. Тоже не рискую, конечно, перегазовывать. И здесь уже вот мы оттормаживаемся в полтормоза. И сразу же у нас не теряется. Не теряется у нас цепление. Поэтому выровняли с газку. Шабуда-буда! Итак, для неуправляемой машины Ферндейл показал неплохой результат. На очереди лучший выбор пьяных дегенератов. Фиттан. Отлично, здесь только одна дверь работает. Отлично. Так. У-у-у! Сразу в гоночный режим. Погнали! Оттормозились. Ой, ебей! Эх-эх-эх! Никто аж тормозит на склоне-то. Сам всем говорю, не тормозите никогда. В этой машине, только я должен вас предупредить, сейчас есть одна огромная неисправность. Дело в том, что водитель, ну, это я, да, сейчас трезвый и не может полноценно управлять аппаратом. Чуть-чуть левее. Ох ты мать, какая бешеная табуретища! Влево, 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 влево здесь. Но он проходит это гораздо лучше, кстати. Под седалищем 700 килограмм и 53 чистокровные итальянские лошади. И этот монстр по энерговооруженности превосходит в УАЗик. Но нельзя отрицать без шуток то, насколько он забалансирован. Машина ускоряется, тормозит и вгрызается в повороты, как моя кошка в ногу, когда я засыпаю. Но он очень быстро схватывает. Он очень быстро схватывает дорогу. Вот. И у него, видимо, из-за массы нет проблем таких, как у маслгарок и всего остального. Поэтому это будет просто имба. Протец, Италия, Фиат, Настрия, Атаки и кажется победителем. И что я говорил, это имба. Ах, как эффектно. Какой транспорт. Ну а очередь переходит уже к отдохнувшему универсалу. Я так хочу. Чтоб маленький взрослый. Уберегенный взрослый. А они не зря. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну давай, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Итак, оно завелось. Лучшие инженеры Чехословакии трудились над этой ультимативной тачкой. Уничтожителем маслкаров. Тысяча триста шестьдесят килограмм весит эта машина. Но после этой гонки внутри будет кататься еще полтона кирпичей, которые мы отложим в поворотах. Ух, как все у нас. Так, так, почти. Здесь сразу по правой кромке. И... Так сказать, старый конь борозды не портит, называется. А че ты сюда-то поехал? Ради че... Ради какого черта-то ты тут-то? Господи, что ж ты тут-то забыл? Итак, три... Два... Один... Пуск! У нее самый слабый мотор среди машин в говноклассе. Всего сорок пять хромых лошадей кочегарят сейчас на дёрттреке. Пока все они не приутомятся. И надо отдать должное, делают это реально хорошо. Ай, какое управление! Ай, какой автомобиль! Тоже главное не перекрутить там... Пока еще работает. Так... Тут можно оттормаживаться подольше в нем. Он... Он спокойно это принимает. То есть попозже, я имею в виду, оттормаживаться в нем можно. Финишная. Да неплохо, да неплохо совсем. Очень чисто. Очень чисто. Ходит мнение, что машины должно хватать на гонку, но кажется, универсал заходит на второй круг. Мне прям понравилось. Я готов еще раз проехаться. Так... Ладно, это будет сходу. Потому что... Потому что он не сможет сделать по-другому сейчас походу. Нормально, нормально, едем. На гонку хватит. Попозже. Попозже! Не зря появилось выражение, когда, кажется, креститься надо. Как же показал себя старичок в сравнении с двумя другими машинами? Лучший круг старичка составил 58 секунд. Чехословакия показал просто огненный результат, обойдя время бусика. И это машина 58-го года выпуска. За один круг старый универсал уделил японцы, на котором я сделал три полноценных круга и пару кругов тренировки. Но это чудеса. Маслкар-механика проскользил до финиша за 56,3 секунды. И в целом показывал похожие результаты на других заездах. Зеленый фитан доказал всем, что не только смерть на колесах, но и вполне себе быстрая смерть на колесах. Лишь капельку мощности не хватило малышу, чтобы уделать огромный маслкар за временем 56,8 секунд. Как же так получилось, что баржа на колесах заточена под драк-рейсинг с полным отсутствием сцепления с грязью победила. Причем победить у пенсионера это одно, но победить у лиховесного и прекрасно управляемого фиата это совсем другое. Думаю, надо обратить внимание на продолговатую форму самого трека. Именно на длинных участках маслкар оказывается в своей тарелке и выпускает на волю все свои 380 лошадей. Получается, мощь зарешала. Но если добавить к этому несколько часов тренировок, качественное прохождение поворотов станет очевидно, что у маслкара есть гораздо больше потенциал, чем у фиатов. Но поможет ли ему его мощь в уличных гонках говнокласса по Пироярве? Следите за выпусками. Узнаем. Продолжение следует...